Добрый день, вот так незаметно мы подошли к пятнице, а пятница это время подведения итогов недели, и сейчас мы это сделаем с помощью секретаря президиума Сейма Андрея Клементьева, он сейчас у нас на прямой связи посредством Зума. Андрей, добрый день. Здравствуйте. Да, много было событий на этой неделе, политических прежде всего, в частности, наверное, это многое радиослушателей будет интересовать многих, это избрание Сеймом на третий срок на должность омбудсмена государственного правозащитника Юрия Янсенца, я так понимаю, что вы тоже были среди тех, кто все-таки решил его поддержать, почему не было, я так понимаю, каких-то других достойных альтернатив? Да, совершенно верно, мы активно участвовали не только в окончательной версии, когда голосовали в парламенте, но работали в том числе и с партнерами как по оппозиции, так и с депутатами, которые находятся во власти. В реальной, для того, чтобы все-таки не дать возможность с Юрием Янсенцем расправиться правящей партией, так как мы прекрасно знаем по результатам его последнего срока деятельности, деятельность была у него очень активная, и он довольно неплохо готовил иски в конституционные суды. Напомню, что он выиграл порядка четырех конституционных исков, тем самым реально довольно помог людям, которые к нему обращались, особенно малоимущие, особенно люди, получающие гарантиру и минимальные доходы, люди, получающие минимальную пенсию, люди, получающие минимальную пенсию по инвалидности. Да, действительно, мы сотрудничали, мы обменивались информацией с ним. Согласен, что можно было это сделать без исков, но в данном случае наш ресурс парламентской оппозиции был исчерпан, поэтому Юрий Янсенцем, понимая, что только конституционный суд может заставить правящее большинство вопрос сдвинуть с мёртвой точки, подал иски, выиграл их, и мы быстренько в течение полугода реализовали их в конкретном законотворчестве. Результат получился, к сожалению, не на 100%. Многие вещи мы не дотянули, так как сопротивление со стороны Министерства финансов, со стороны Министерства благосостояния было довольно сильным. Но у нас есть реальные успехи, мы действительно значительно повысили очень много пособий, увеличили многие виды социальной помощи. Они сегодня уже с 1 января действуют, но из-за технических проблем, из-за кульмаратуры, из-за каких-то вещей, которые связаны с организацией процесса выплат, они будут выплачиваться, насколько я помню, в мае. То есть в мае как раз люди получат все начисленные финансовые средства, которые планировалось выплачивать с 1 января, то есть это будет как бы одним платежом заплатят за 7 месяцев, которые не были в определенной выплате, ну и потом придут к более высоким выплатам в течение всего следующего периода. То есть это, конечно, хорошо, но жалко, что это было не закреплено все реально в законах, что все пошло через правила Кабинет Министров и через аннотации. И жалко, что этот алгоритм не был заложен такой, чтобы регулярно происходили изменения в социальной сфере, а будет происходить только раз в три года, и, к сожалению, следующее будет только через три года. То есть в любом случае, даже если фундамент заложен, то все остальное нам не дали достроить. Но с этим человеком мы продолжаем сотрудничать. Я надеюсь, что если действительно реально будут радикальные, большая разница между уровнем жизни и получаемыми пособиями, то мы не исключаем, что можем повторно обратиться в Конституционный суд. Поэтому да, мы считаем, что это наша маленькая победа. Действительно, правящее большинство, господин Юдин хотел даже через закон ограничить право его стартовать на выборах третий раз. То есть он внес поправки, что если бы стараться для обменсмен, может быть, только два раза подряд быть этим надирающим независимым лицом, должностным лицом. Но потом под давлением и нашим, и экспертов права, все-таки допустил такую возможность, что как раз не засчитать один из периодов до принятия ограничений в закон, господин Юдин Янсен стал стартовать на выборах. Они пытались очень активно искать альтернативу, более лояльны к власти. Но благодаря все-таки нашим способностям вести переговоры и поддержать, то мы как-то вывели как раз его на уровень выборов. Его не поддержали довольно много депутатов, то есть у него довольно мощные все-таки здесь были оппоненты. Но мы вытянули, и я считаю, что в будущем по социальной сфере сможем сотрудничать. Естественно, у нас очень много вопросов к господину Юдин Янсенцу, чтобы не было так все радужно по отношению к его реальной защите неграждан. У нас реальные претензии к господину Юдин Янсенцу по защите русского образования, лингвального образования. То есть да, действительно, есть какие-то вещи, где у нас есть довольно серьезные разногласия. И мы считаем, что он должен улучшить работу и быть прежде всего защитником не только материально-социально обиженных, но и еще в том числе людей, которые дискриминируются по языковому принципу, по принципу неучастия в политических свободах неграждан и так далее. В данном случае я считаю, что у него как раз есть ближайшие годы для того, чтобы в том числе стать омбудсменом не только граждан, но и людей, которые находятся сегодня довольно ущемленным положением. Если говорить о таких активностях оппозиции, которые привели к каким-то позитивным результатам, ну, я помню, это было, правда, несколько недель тому назад, вы настаивали даже на изменении карты Басрулис, ну, фактически регламента о работе Сейма, с тем, чтобы все-таки министр благосостояния госпожа Петровича определилась, она где работает вообще в парламенте или в правительстве. В результате, не дожидаясь рассмотрения этой инициативы, госпожа Петровича все-таки, наконец, сложила депутатские мандаты, теперь не буду сидеть на двух креслах, не знаю, поможет ли это в сфере благосостояния. Вот как бы вы все это прокомментировали, это один такой заметный момент, и второй, ну, фактически тоже правительство испугалось и сыграло на опережение, это вот печальная судьба мертворожденного дитя бюро вакцинации. Да, я так понимаю, что оппозиция наставила на том, чтобы это бюро не было включено в структуру госуправления, но так в итоге и случилось, само бюро, ну, фактически ликвидировано. Да, совершенно верно. Мы можем отметить, что в данной ситуации, когда мы работаем на удаленке, все-таки не имеем личного возможности контактировать с коллегами, но действительно успехи по оптимизации работы госаппарата, они прошли. Первая такая, как бы, активная позиция у нас была, и мы с вами обсуждали это не раз, что министр в исполнительной власти не может быть одновременно и законодателем, то есть у нас разделение властей, у нас разделение ответственности, и одновременно быть в двух ветлях, это как бы против конституции и политических принципов. То есть если вы законотворец, вы надзираетесь за исполнительной властью, вы ее критикуете, выводите на лучший уровень, а если ты являешься одновременно министром и депутатом, то есть это полный, как бы, хаос и бардак, что и продемонстрировала министр Петрович, когда совершенно некомпетентно представляла интересы депутатских полномочий и всех избирателей в парламенте, просто не участия в работе активной парламента, ни в комиссии, ни в заседаниях пленарных, и одновременно, конечно, большие были пробелы у нее с работой с пансионатами, с проведением профилактики в пансионатах, мы это прекрасно знаем, у нее сейчас по нашему запросу и под нашим давлением проходит большая ревизия госконтролера, самого большого государственного аудита, самого объективного аудита и независимого, который проверит, все ли было сделано Минблагом для того, чтобы не допустить распространение ковида в пансионатах и самопроведческих, и государственных, и в частных, если будут большие проблемы с этой реализацией, мы это знаем по факту, но еще и подтвердятся на уровне нормативных актов, инструкций, правил, личных посещений и так далее, что он должен был сделать как назирающий министр, то я думаю, что, ну, я надеюсь, что премьер примет адекватное решение и потребует ее отставки, так как, по большому счету, он не поверил нашим заявлениям, он решил проверить ее через государственного аудита. Окей, хорошо, пускай идет процесс, в начале мая мы получим результаты, и я надеюсь, что будет реакция жесткая. Как мы все прекрасно видим, потому что баланс все-таки по смертности, по пансионатам очень высок, и я считаю, что действительно она несет не только как политика ответственности, но и как человек. Что касается следующей истории нашей работы, мы сами заявляли, что мы рассматриваем и требуем, и подали даже сгонопроект о том, чтобы пособие по безработице, которое выплачивается специально для тех лиц, которые не смогли найти работу в течение 8 месяцев, получая собственное пособие по безработице согласно закону, и получают в последствии 4 месяцев еще 180 евро, так называемое специальное пособие по, ну, ковидное мы называем его, по безработице, пока человек находит работу, то есть в общей сложности 12 месяцев, даны возможности сегодня искать работу, чтобы его продлили еще как минимум на 2 месяца, и увеличили его со 180 евро на 250. Вчера комитет министров, как под копирку, взял нашу первую норму, да, действительно, в ближайшее время, на следующей неделе, скорее всего, парламент подтвердит решение кабинета, и мы выйдем на 6 месяцев вместо 4 месяцев. Это большое, как бы, хорошее решение для тех людей, которые сейчас находятся в очень сложной ситуации, нет возможности найти работу, нет новых вакансий, нет новых инвестиций для открытия новых рабочих мест, но для того, чтобы они как-то явили дух, это и 2 месяца, это очень важно. Ну, после этих 4 месяцев, которые сейчас они еще получают, да? Да, это под первую волну, которые попали, как раз у них заканчивается цикл, прошло 12 месяцев, мы уже живем в этом жестком режиме, и если человек оказался без работы, то 8 месяцев платили ему из средств, которые он сам платил, как страховой случай, это был срок безработицы, потом платили техковидную, безработицы 4 месяца, сейчас добавили еще 2 месяца. Ну, к сожалению, пока не договорились с моего размера увеличения, но в любом случае увеличение сроков это тоже важно, то есть в следующей неделе, то есть первая инициатива была наша. По поводу вчерашнего заседания, очень сложного, большого, объемного, до 10 вечера мы работали в связи с бюро с вакцинацией. Да, действительно, очень нехорошая структура, которая была создана правящей партией развития ИЗА, которую создали под своих людей, нет там профессиональных медиков на каком-то этапе развития, не было сейчас, как они там провели какую-то реорганизацию, но в любом случае они решили набрать дорогих менеджеров, которые получали очень большие деньги и пытались организовать процесс вакцинации, при том, что партия, которая набирала этих людей, конкурсы создавали, сами допустили очень много ошибок. Первая ошибка. За 12 месяцев, пока мы живем в ковидной эпидемии, они не создали нормальную платформу IT, платформу в интернете, при которой могли бы уже сегодня люди быть распределены по разным группам, по приоритетным группам для получения первой дозы вакцинации. То есть мы говорим о том, что первый этап все-таки задерживается не только из-за отсутствия вакцин, но из-за того, что у нас нет четкой нормальной базы, то есть мы не знаем хронически болеющих людей, мы не знаем людей, которые находятся сегодня в возрастных группах, поэтому необходимо было создать нормальную платформу, которая, по большому счету, автоматом обрабатывала информацию. Если человек медик, мы бы видели по его уплаченных налогам, налоги заплатил, видовская IT-система сработала, начну приглашение на прохождение вакцинации. То есть этого нету, и это, опять же, пропуск большой, проблема Министерства благосостояния еще не подготовились к вакцинации. Они, конечно, не способны были создать вакцину, но хотя бы платформу могли создать. Это первое. Второе, естественно, то, что они, как мы сейчас констатируем, отказывались от американских вакцин Pfizer. Это, конечно, недопустимо, так как у нас не было никаких альтернативных и гарантированных поставок в Латвию. И Мадерны тоже отказались. И отказались от Мадерны. То есть в любом случае, мы сегодня находимся на последнем месте по вакцинации в европейском регионе. По-моему, хуже у нас, чем у Болгар. У нас очень тяжелая ситуация, в том числе с поставками в ближайшее время, из-за того, что Астра тоже как бы не очень выполняет план поставок. И это все проблемы как раз действующей партии, которые руководит Министерство благосостояния. Они до сих пор не вели нормальное IT-сопровождение по эздоровью. И все пытаются старыми методами через газету, создавая непонятный контент, проинформировать и уговорить людей пройти вакцинацию. То есть если людям нормально, корректно придет приглашение к конкретному семейному врачу, то есть в рамках дискуссии с семейным врачом поймет, надо ли не надо вам проходить вакцинацию. Я не пытаюсь здесь агитировать за и против, но если мы хотим нормально жить, то необходимо было в том числе и людей как бы не просто агитационным листком подводить к вакцинации, необходимо было создать условия, при котором люди комфортно, спокойно, без риска, для здоровья прошли бы эту процедуру, четко понимая, что за ними следят. А сегодня, например, что касается хронических больных людей, к сожалению, они должны получить справку, что у них действительно тяжелое заболевание, и они должны попасть в приоритетную группу, даже если по году рождения они являются моложе, чем 70 или 75, то есть которые сейчас вакцинируются очень активно. То есть по большому счету не готовы были в Министерстве здравоохранения, и это мы на все это указали. Но да, критика, конечно, не была услышана. Ну, позитивные вещи мы пробили вчера, например, то, что в течение 7 недель Кабинет Министров должен разработать четкий план в увеличении детей до школьного возраста, до школьного возраста, в активные спортивные мероприятия на свежем воздухе. Должны быть четко понятные критерии, и это мы должны рассказать непосредственно родителям, детям и кто-то организовывать. И второе, это как раз по поводу общественного питания. То есть мы должны четко сегодня дать сигнал людям, которые всю жизнь положили в этот бизнес, и деньги, и средства, и кто работает, что планируем мы в ближайшее время для них сделать какие будут правила на весенний, летний период и так далее. То есть это прошло под давлением оппозиции, там, конечно, помогли некоторые депутаты от коалиции, но в любом случае это очень как бы жесткий срок для Кабинета министров, который не способен сегодня из-за своих политических трясок принять взвешенные решения в интересах населения. Да, вот фактически вы уже предварили такой мой вопрос, связанный с тем, что будет по существу после 6 апреля, когда у нас официально заканчивается чрезвычайная ситуация. Понятно, что инициатива принадлежит здесь в основном правительству, но по-любому решение о продлении ЧС должно будет быть подтверждено в парламенте. Как вам кажется, нужно ли вообще продлевать режим ЧС? С одной стороны, это и так будет таким рекордом по продолжительности чрезвычайной ситуации. С одной стороны, мы понимаем, что если нет режима ЧС, под ударом находятся те программы помощи, в том числе бизнесу, наемным работникам, которые находятся в простое. Где тут такая золотая середина? Как ее найти, на ваш взгляд? Да, совершенно верно. Мы с вами не сомневаемся, что будет продлен. Режим ЧС, конечно, да. Тут мы видим по заболеваемости, по цифрам, по всем показателям и по процентам, которые люди тестируются, и по количеству больных в больнице, и по общей заболеваемости на 100 тысяч населения. В любом случае мы пока находимся, возможно, не в самой трагичной точке, как, например, Эстония, но мы находимся в очень сложной ситуации. Для того, чтобы как бы не нарушить тот баланс и процесс выздоровления общества, и я надеюсь провести активную вакцинацию в апреле, я считаю, что апрель станет переломным моментом вакцинации, мы все-таки не настаиваем на том, чтобы этот процесс снятия ограничений происходил бы так неконтролируемо. Поэтому мы и просим, чтобы для людей, которые работают сегодня в сфере обслуживания, для людей, которые, например, занимаются туризмом, были четко выставлены какие-то определенные графики и задачи, которые должны выполнить на апрель. Должны быть четко правила игры ясны для того, чтобы они готовились. Если у нас, допустим, не будет ухудшения ситуации, то в апреле будет так, 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 вы сможете открыться в маленькие магазинчики или условно начать торговать такими-то вещами. То есть, да, я скажу, что понемножку мы должны четко открывать экономику, да? И, значит, освобождать сегодня наших предпринимателей ограничений. Я, как бы, понимаю, что многие посмотрят скептически, например, на открытие перелета в третье страна. Но если Таллинн и Вильнюс летают, то смешно пытаться людей ограничить способности переехать в Таллинн и Вильнюс и оттуда улететь на отдых. Но если человек принял такое решение, да, должно быть четко понятное правило, что тест до этого, тест после, там, 10 дней в самоизоляции. Но эти правила должны быть четко прописаны. Если человек принимает решение, что он летит отдыхать, то ему должна быть возможность лучше лететь с Риги уже, где четко его там встретят родственники на машине, в маске, чем он будет организовываться в автобусы и тащиться на общественном транспорте или на организованном транспорте с Таллина или с Вильнюса. Поэтому в данном случае это как раз показывает, что какое-то решение для одной из отраслей было принято хорошо. Такие же правила должны быть вырисованы для всех тех, кто сегодня ограничен в своих возможностях заниматься в себе предпринимательской деятельностью. То есть четко нарисуйте им алгоритм, которые выполняют, и они могут туда работать. Я считаю, что это самое главное. И на это должны быть все усилия. Я понимаю, министерство, которое сегодня обслуживает в области здравоохранения. То есть у нас очень тяжелые проблемы и с обслуживанием людей, которые заболели ковидом, и тех людей, которые необходимы сегодня в археологические мероприятия, которые должны пройти обязательные мероприятия, связанные с борьбой с хроническими заболеваниями. Но это как бы... Да, их опасения понятны, но мы должны понимать, что в данной ситуации, только зажимая и ограничивая, мы не сделаем страну конкурентоспособной через какие-то 7-8 месяцев. Да, мы прервемся буквально на одну минуту. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Напомню, депутат Сейма Андрей Клементьев у нас в прямом эфире. Не переключайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Добрый день еще раз. Андрей Клементьев у нас на прямой связи по-прежнему. Вот президент недавно заявил, что правительство у нас, оказывается, находится на правильном пути. Ну, он, правда, не пояснил, что это такое. Правильный путь в его понимании. Вот как вам кажется? С одной стороны, вроде как вы, как представители оппозиции, должны критиковать правительство. С другой стороны, мы... Ну, так, чтобы быть объективными, мы видим, что в последнее время есть попытки более существенно помочь населению. Вот это решение о выплате на каждого ребенка по 500 евро, потом единовременное пособие пенсионерам всем по 200 евро. Ну, кто-то это так назвал, что чуть ли не деньги разбрасываются с вертолета. Но вот как вы все это оцениваете? Да, совершенно верно. Президент сегодня работает как адвокат. Он прекрасно понимает, что у него есть моральный долг защищать тех депутатов, которые проголосовали за него. Я напомню, что выбрали его депутаты, отправили в упорщину большинства. Он очень так вяло пытается их обелить. Вы видите все эти непонятные заявления по поводу всех неудач, которые в последнее время преследуют. Так как вы поймете, что этот Кабинет Министров, он не только экономически много сделал ошибок, он не только загубил и не помог некоторым отраслям, бизнесам, которые, скорее всего, не откроются после пандемии. Они даже не могли элементарно организовать процесс вакцинации. И возмущает больше этот хаос в момент принятия решений. Сегодня следственная группа, которая, скорее всего, будет организована под давлением прокуратуры. Я с хронологией расскажу. Сначала Министерство здравоохранения нашли виноватых, но не подтвердили через протоколы. Депутаты обратились в КНАП. КНАП провел проверку. КНАП тоже не нашел там никаких проблем. Но вчера генерал-прокурор сказал, что он, скорее всего, отменит решение КНАБа об отказе в возбуждении дела, для того, чтобы взять под свой контроль принятие решения об отказе приобретения двух больших партий вакцин. Модерна и Фаза. То есть сегодня мы отстаем по графику вакцинации всех стран, потому что исполнительная власть на каком-то этапе неправильно провела анализ рисков, неправильно спрогнозировала развитие ситуации по поставкам и риски не разложила по разным направлениям. Константировалась на британской вакцине, которая, по большому счету, не выполнив обязательств, поставила под угрозу всю вакцинацию страны. А что такое вакцинация? Это та страна, которая быстрее всего провакцинирует население на 70%, выработает коллективный иммунитет, вернется в реальную экономику раньше. Кто придет позже, тот, к сожалению, и проиграет. Мы не говорим сегодня об макроэкономических процессах, мы говорим уже о процессах, которые могут затруднить наше балтийское экономическое развитие. В данном случае наши прямые конкуренты в этом регионе, это Литва и Эстония, если они сделают это все раньше, то мы проиграем. В данном случае нанесен довольно большой экономический ущерб. Если мы не летим никуда, если мы не принимаем самолеты, если не открываем гостиницы и все остальное, все, что связано с бизнесом приема гостей, это очень большой сегмент нашей экономики, то мы, конечно, проигрываем. В данном случае, я считаю, действительно, люди, которые приняли такое ответственное решение, должны нести какую-то ответственность за те процессы, в которых мы сейчас живем. У нас уже готовы и регионы, готовы сегодня уже и врачи вакцинировать до 100 тысяч в неделю, а у нас просто 10 тысяч на складах находится. Вы прекрасно понимаете, что этот провал должен кто-то ответить. И вот вся эта деятельность бурная, связанная с тем, чтобы как-то пытаться комитет министров обелить. Я не говорю о тех вещах, которые сегодня чувствует бизнес, когда нет сегодня реальной помощи, не в погашении задолженности и налогов, нет реального условного отказа от налогов на недвижимость со стороны самоуправления. Хотелось бы, конечно, чтобы они списали. Я считаю, что необходимо понижать и налог на добавленную стоимость для, например, аренды помещений на коммунальные, которые чаще всего контролируют самохранительские предприятия, для того, чтобы дать возможность открыться этим барам, ресторанам, кафе для всему, кто сегодня находится с вывеской и на время закрыт. Вот в чем дело. Поэтому здесь очень много претензий к Кабинету министров. Да, под давлением, в том числе и оппозиции, появились вертолетные деньги. Это же какой-то международный термин. Я слышу его с разных источников, которые сегодня начали выплачивать. 500 евро. Вчера первая партия, по-моему, на 62 миллиона. Она выплачена была детям. Сегодня пойдет еще, я так понимаю, такая же сумма. В течение трех-четырех платежей будут выплачены все деньги. Хочу успокоить родителей тех детей, у которых два и более. Они будут получать платежи не сразу за всех детей. То есть не сразу тысячи евро, условно говоря, а частями, да? Частями. То есть частями за каждого ребенка будет отдельная платежь. Что касается пенсионеров, я рад, конечно, что получители пенсии по инвалидности и по возрасту получат 200 евро в течение апреля. То есть здесь тоже будет, не надо обращаться в некие службы, никуда нести заявление или там дергать предстоальона, которые принимают пенсию, возможно. А просто вы получите в течение апреля тем же самым способом, как вы получаете пенсию. 200 евро будет получено. Много, мало. Это, конечно, лучше, чем ничего. Возможно, надо было перестроить немножко получение для поддержки людей, которые получают меньше. Я бы сделал так, что социальную справедливость ввел бы. Я бы ввел какие-то ограничения для людей, получающих большие пенсии. Очень заслуженные, но все-таки это ковидные деньги. Я, скорее всего, бы все-таки обратился к тем людям, которые получают малые пенсии с более точечным подходом к их просьбам. То есть, возможно, их проблемы больше связаны с получением медикаментов, с оплатой коммунальных услуг. То есть, в любом случае, более можно было точечно поработать. Но не было у них времени, и поэтому они решили такое всем чуть-чуть. Ну, возможно, лучше менять ничего, но социально не ответственно. Если бы проработали, то, возможно, нашли бы более грамотное и справедливое решение по поводу этих денег. Тем более, это же деньги в любом случае останутся занятые деньги. То есть, они останутся все на балансе государства. Но эти деньги в будущем как-то придется компенсировать. То есть, это говорит о том, что в ближайшие 3-4 года после выхода страны из пандемии мы не сможем проводить некие социальные большие проекты для помощи людям, которые находятся в сложном положении. Так как деньги, которые в бюджете выделены, будут сейчас потрачены. Поскольку вы все-таки давно работаете в президиуме, в руководстве парламента, накоплен большой такой организаторский опыт, я думаю, нашим радиослушателям было бы не безинтересно узнать, что называется, вот с той стороны взгляд, уже несколько месяцев парламент работает виртуально. Конечно, сначала, я так понимаю, вы высказывали такую озабоченность тем, как все это будет происходить. Сейчас вроде технически все налажено, есть возможность участвовать в дебатах. Но все-таки ваши ощущения от этого процесса, я почему спрашиваю, буквально позавчера появилась такая новость, что комиссия Сейма по мандатам и этике начала рассматривать такой, по сути, беспрецедентный случай о возможности лишения депутатского мандата Дидзиса Шмидца, которая не посещает вот эти вот виртуальные заседания, вот само посещение и не посещение виртуальных заседаний, тоже такой вот интересный вопрос, вот как бы все вы это прокомментировали? Ну, начнем, да, действительно, депутат Дидзис Шмидц политически и активно протестовал против работы на платформе. Такой виртуальной, да. Он отказался работать и подал иск, насколько я помню, в Конституционный суд, и для того, чтобы не расходиться с своими политическими взглядами, он отказался работать как раз в принятии решения в пленарных заседаниях. То есть он работает в комиссиях, придает поправки, что-то даже там рассматривается, то есть как депутат он что-то делает, но не работает как раз на пленарных заседаниях. Не пользуется возможность участвовать в дебатах и голосовать за окончательно принятие решений. Я считаю, что, как с своим президиумом, у нас согласованное с законом мнение, что это его личное право работать и не работать в чрезвычайных обстоятельствах на неочередных заседаниях в парламенте. Если бы эти были заседания в обычном режиме, то, естественно, после каждого пропуска, после каждого неучастия в заседании, его наказывали бы на 20% зародной платы, и через полгода решили бы мандат. Такие вещи проходили у нас в истории Латвии, это Зигерис, который не участвовал в заседаниях в парламенте, сначала финансово его ограничивали в получении средств, потом лишили и мандат. То есть это нормальная процедура, которая уже Латвия проходила. В данном случае президиум вынес решение, что это все-таки внеочередные заседания, что они все-таки находятся в режиме, который не был оговорен в Конституции и в нашем картопостроительстве. То есть он имеет право действовать, как он хочет. Как он будет отчитываться перед своими избирателями, настолько ему стыдно и не стыдно перед людьми, которые его выбрали, это его личное политическое дело. Но административно мы отказываем мандатной комиссии возможности требовать сложить мандат. То есть не будет никого здесь. Сама суда со стороны коллег, которые невозможно и недовольны в том числе его политической позиции. Что касается вообще парламентской жизни, то президиум работает в нормальном режиме, каждый день я приезжаю на работу. Я каждый день встречаюсь с коллегами в масках, все удаленно, все как полагается. Работает секретарь, все как бы, но нету нормального общения между коллегами и это усложняет скорость принятия решений. То есть еще раз говорю, что очень много брака приходит с комитетами министров и доработать их в комиссиях в рамках нормальной человеческой дискуссии не удается. Чиновники за этот год как бы тоже почувствовали слабину депутатскую. Если все-таки идет активная работа с чиновником в рамках заседания, то есть ты его все-таки дожимаешь, работая с ним в контакте, и он все-таки или помогает тебе, или находит аргументацию для того, чтобы отказать какие-то решения. Сегодня, естественно, в формате интернет-общения, то есть много недопонимания, много технического брака, когда чиновник может просто сказать, что извините, я не очень понял вас, и еще раз объясните. Ну и в любом случае всегда находятся договорки, и чаще всего отвечают, знаете, как тот студент, который отвечает не то, что у него спрашивают, а то, что он выучил. Вот здесь в данном случае, как в анекдоте с ними, помните, слоны, а он выучил только вопрос про червяков. Вы знаете, у слона есть хобот, который похож на червяков, и я рассказываю про червяков. Вот у нас часто очень получается так, когда чиновники уходят от прямых ответов. Если работаем в комиссиях, то такие возможности не получаются. А брака очень много, очень много, и я чувствую, что в другой раз недотянутые решения до логично нормального ответа, они отражаются на людях. И вот мы это видим, и этот брак очень сильен. Я не исключаю, что у них тоже сложно работать в министерстве сегодня. У них тоже консультативные есть заседания, где они должны осматривать проблемы с разных сторон. А если чиновник работает только в одной отрасли, естественно, он не может знать, как от этого решения отразиться, например, на других сфер деятельности человека. – Да. Вот, может быть, еще такой вопрос. Все-таки этот постоянный вопрос муссируется в политических кулуарах время от времени. Возможно ли какое-то новое у нас правительство с учетом рейтинга доверия? Мы знаем, что правительство Каренща бьет, к сожалению, такие антирекорды по непопулярности. Конечно, это все может списать на пандемию, но факт остается фактом, и разные ходят спекуляции по поводу того, что, может быть, сменит премьера или просто отдельных таких слабых министров, или, может быть, весь кабинет министров. Как вы считаете? Понимаете, как мы раньше отмечали, и неоднократно, что отсутствие конкуренции, они создают такую очень болотистую следу, когда люди, которые дорвались до каких-то пленных благ, как считают, что они имеют право воспределяться, как они хотят, этими благами, и не боятся, что за ними могут прийти и потребовать ответа за принятые решения. Вот сегодня такая же ситуация складывается с господином Каренща, когда он конфликтует почти со всеми политическими партиями, которые находятся у него в кабинете министров. То есть у него проблемы есть и с решением некоторых финансовых тем, и с РАЭСом однопартийцем. Но не говорится, что уже давно конфликт с Шуплинской новой консервативной партией в полное недоверие к господине Петровичу отмечали, что даже требует каких-то аудиторских назоров. Но он не может их уволить. Он не может их уволить, так как он сегодня находит заложник в коалиции. А коалиция четко сказала, что они будут работать только в таком режиме, никого нового они не возьмут к себе, в связи с тем, что с нами они не хотят разговаривать, так как мы для них живем в другом мире и смотрим на мир по-другому. Социал-демократы не нужны в области. Это первое. Второе. Зеленые у них как бы ассоциируются с коррупцией, с Лайбергом, со всеми остальными делами, которых на ней они очень удачно повесили ярлыки. То есть они сейчас живут в очень комфортной зоне, друг друга запугали и находятся такие, знаете, как... Круговая порука у них есть. То есть они уже натворили столько дел, что они боятся в том числе пустить к себе независимых политических лидеров для того, чтобы после проведения аудита или проверок принятых решений не вынесли определенные заявления в прокуратуру. В данном случае мы видим, что и по вакцинам, и по решениям по охране здоровья, по пансионатам будут много вопросов. Поэтому здесь куда ни ткни, везде могут возникнуть вопросы. И поэтому они будут сидеть до конца, они будут ждать, возможно, будущих выборов для того, чтобы поменяться. Но будут прятать концы и неправильные решения свои. Мы видим по парламентским дебатам, что очень часто уже нарушается парламентская дисциплина. Поэтому мы некоторые наши вопросы выигрываем за счет плохой дисциплины в коалиции. Это позитивно. Но для страны, для статического развития и выхода из экономического кризиса и развития страны, конечно, это плохо. Недееспособный комит-министр, который просто прячет концы и работы для того, чтобы просто окучивать свой сегмент ответственности, это ужасно. Так как уже и президент даже заявил, хоть я его не очень милую как критика, но он рассказал, что каждое министерство заботится только о своем сегменте, о своих каких-то личных персональных амбициях, но не смотрит на страну и на комбинистров, как на один организм. Поэтому такой у нас разбой идет, когда экономика не согласована с финансами, и финансы не согласованы с медициной. Многие считали, что как-то ситуация изменится и правительство мобилизуется, когда она будет обсуждать вот эти все вопросы, связанные с борьбой с пандемией в открытом режиме, что называется, в прямом эфире. Сейчас это происходит, но, не знаю, ясности больше не стало. Вот эти бесконечные споры. Вчера, к примеру, так я обратил внимание, более получаса премьер с министром здоровья спорили, ну, как нужно подавать информацию людям, чтобы они понимали, когда им приходить на вот вторую дозу этой вакцины. Ну, это говорит о том, что все-таки то ли не хватает действительно такого очного общения, то ли опыта, сложно сказать. Понимаете, здесь еще фактор, совершенно верно отмечено, что когда работаешь очно, то ты быстрее находишь понимание. Тут просто один упирается, начинает, извините, кто-то говорит, тупить, другой занимается самолюбованием и рассматривает себя, возможно, в компьютере, как он выглядит для вас, журналистов. Третий уже давно отключился и ест яблоко, как мы видели, что это вообще какие-то безумные вещи, там по стенограмме я читал, это черный юмор, когда будем просроченные дозы вакцин колоть людям, которые были против вакцинации. Сумасшедший, даже как кефир, вы это прекрасно видели все. Стенограмма, когда там премьер-министр говорит министру образования, вот ты ешь яблоко, приятного тебе аппетита. Показывает, насколько низкий уровень даже уважения друг к другу. Ну, где вы видели, что во время седания кабинета министра кто-то достал свою мисочку и начинает что-то там есть. Да, это расслабляет, это как бы дает возможность людям с низким уровнем культуры, дисциплины начинать сочковать. Это происходит, и да, и зная то, что это проходит еще в онлайне, все начинают там еще шутить и красноречиво пытаться защищаться или нападать на коллег. То есть действительно, выборы в самом правлении летом это тоже как бы оказывает. Я несколько послушал заседаний, я понял, какой кошмар вообще происходит у нас в исполнительной власти. Это реально неуважение друг к другу, это реально нежелание слышать. И людей, которые они должны защищать, представлять или оберегать, как исполнительная власть, я там вообще не увидел. Там просто какие-то вдопад амбиций, самолюбование и попыток спрятать свои несделанные дела, домашние задания. То есть там очень много вот... Ты свидетель, другой раз просто заседание прекращается, потому что один министр просто не подготовился к заседанию, начинает искать хаотично то ли консультантов, то ли бумаги, то ли какие-то цифры. И получается, что если я раньше в кабинете заседал раз в неделю, то сегодня я заседаю почти каждый день, я тоже даю допоздна, и решения откладываются, документы принимаются чуть ли не пословно, по-узавцам. Самое ведь, наверное, печальное то, что если бы это еще было, ну, скажем, в нормальном режиме, не в состоянии войны, а ведь даже сами министры признали, что мы по существу находимся на таком военном положении с невидимым врагом, то я говорю, что если бы это было в нормальном режиме, еще бы ничего, да, но вот поскольку у нас все-таки ситуация такая чрезвычайная, но все-таки требуется большей мобилизации от правительства. Да, так как все-таки эти необдуманные решения, они убивают какие-то сектора экономики, которые раньше существовали в Латвии, то есть и люди, которые ждут из заседания кабинетов для себя информации, они не получают ее и не знают завтра, открываться или не открываться, откроются ли, будет возможность торговать, сколько у них людей принимают на работу. У них же ответственность, у них же, особенно для малого и среднего бизнеса, каждый день без оборота, это лишние расходы на коммунальные, на аренду, на людей и так далее. То есть да, решения принимаются очень плохо, и самое главное, что нет четкости, что будет в апреле. То есть если такие большие группы работают у них по проблеме ковида, люди будут приглашены со всех отраслей исполнительной власти, в том числе есть представители общественных организаций, то есть вы должны четко сказать, что у нас на апрель планируется то-то, то готовьте, там мойте помещение, готовьте персонал вызывать спусков, начинать находить вопросы, что касается детей, у кого дома сидят и так далее. То есть необходимо уже давать какие-то сигналы, кому-то нянечку найти, если он выходит на работу. То есть этой ясности нет. Они приходят, вот как мы с вами поговорили и забыли. Но если мы с вами сегодня разговариваем для того, чтобы просто проинформировать общественность о актуальных делах, то они не могут просто заниматься пересказанием процесса. Они должны четко дать сигнал людям, которые от них зависят, в связи с тем, что они все-таки руководят страной, что дальше делать. А у них, и многие журналисты, политологи отмечали, что у них сегодня состояние комитет министров как телешоу. То есть они сидят, дискутируют, делятся личными впечатлениями, едят параллельно, что-то еще делают, но совершенно потерявшись в том, что от них ждут конкретных решений, конкретных правил игры и конкретных помощи, если все-таки они не смогут восстановиться экономически после выхода из чрезвычайного положения. Спасибо большое. Так вот время эфира у нас подошло к концу. Андрей Климентев у нас был на прямой связи, депутат Сейма. Большое спасибо. Спасибо.